Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса всё о главных событиях из жизни Владивостока. С вами я, Сергей Комаров, и вот что произошло в нашем городе к этому часу. Море ошибок не прощает. В находке прекратили поиски моряка с танкера «Залив Америка». В Ольге обнаружили судно, похожее на катер пропавших рыбаков. Здорово живёшь! Во Владивостоке открылся первый центр досуга для людей старшего возраста. Жизнь в неволе. Осуждённые 22-й исправительной колонии в посёлке Волчинец тоже отмечают праздники. Также в выпуске. Восемь сотен сторожей и вахтёров образовательных учреждений Владивостока сократят с 1 января 2020 года. И ещё расскажем. Вторая партия автобусов, закупленных администрацией города, прибыла во Владивосток. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. В ходе поисковой операции в районе Ольги спасатели заметили перевёрнутое судно, похожее на катер пропавших рыбаков. Судно дрейфовало в 134 километрах от берега. Сотрудники МЧС не исключают, что это катер, на котором в море ушли шестеро рыбаков из Чугуевки и Арсеньева. Однако также возможно, что это очередная северокорейская шхуна. Теперь в этот район выдвинутся суда, которые задействованы в поисках пропавших рыбаков. Напомним, 26 октября шестеро рыбаков-любителей вышли на моторной лодке в залив Владимира и пропали. Поиски начались 28 октября. На катере находились спасательные жилеты и два мотора, основной и вспомогательный, а также система навигации. Также предположительно должен был быть запас воды на случай чрезвычайной ситуации. Родственники пропавших объявили о вознаграждении в миллион рублей за информацию о точном местонахождении рыбаков. Продолжаются поиски рыбаков, пропавших в Ольгинском районе Приморского края. В 134 километрах юго-восточной поселка Ольга на акватории Японского моря самолетом Бе-200 обнаружено перевернутое неопознанное плавательное средство. Для проверки информации решается вопрос о направлении к месту группы спасателей. Организовано взаимодействие с Владивостокским морским спасательным координационным центром и со штабом Тихоокеанского флота. Также к поисковым мероприятиям привлечены сотрудники ГИМС Тернейского и Ольгинского участков, спасатели дальневосточно-поисково-спасательного отряда МЧС России из Владивостока, находки, рудной пристани и волонтеры. Нарастающим итогом обследовано 1543 километра береговой черты и более 29 тысяч квадратных километров морской акватории. А тем временем в находке прекратили поиски третьего моряка, пропавшего после взрыва на танкере «Залив Америка». За четыре дня тело мужчины так и не удалось найти. В море ежедневные погружения совершали водолазы. Также для поисков применялся глубоководный аппарат. 6 ноября поиски были официально прекращены, согласно регламенту. Судовладелец обязался выплатить семьям погибших по миллиону рублей, а также полностью взять на себя расходы на погребение. Кроме того, семьям погибших положены страховые выплаты. Уведомления о сокращении с 1 января 2020 года получили 8 сотен сторожей и вахтеров образовательных учреждений Владивостока. Об этом сообщили Федерации профсоюзов Приморского края. Дело в том, что все образовательные учреждения со следующего года переходят на круглосуточную охрану с привлечением специализированных охранных учреждений в связи с требованиями антитеррористической защищенности. Будет проведен соответствующий акцион. Оплачивать услуги охраны образовательных учреждений будут из городского бюджета. Среди попадающих под сокращение много пенсионеров. Для многих это будет ощутимый удар. Речь идет о работающих в школах, детских садах, образовательных центрах. Сейчас главная задача профсоюзов – трудоустроить людей. В профсоюзной организации работников образования Владивостока также сообщили, что попадающим под сокращение предлагают имеющиеся вакансии с учетом их возраста и опыта, такие как помощник воспитателя, дворник, костелянша. Вторая партия автобусов, закупленных администрацией города для пополнения маршрутов, прибыла во Владивосток. Еще 49 автобусов из 102 закупленных теперь проходят процедуру приемки. Позднее они будут переданы на баланс муниципальному предприятию в ПАПАД-1. Известно, что прибыли автобусы двух марок – ПАС или АС. Первые будут использоваться на маршрутах с грунтовыми дорогами, вторые – на асфальте. Новоприбывшие автомобили пополнят собой пять маршрутов Владивостока – номер 15К, 27-й, 63-й, 79-й и 95-й. Напомним, в этом году администрация Владивостока закупила 102 автобуса. Средства на эти цели – почти 1 миллиард рублей – выделены из краевого бюджета. Из 102 машин – два электробусы. Их прибытие во Владивосток ожидают к 15 ноября. Во Владивостоке открылся первый центр досуга для людей старшего возраста. Здорово живёшь. Он расположился в стенах дома номер 48 на улице Тухачевского и уже начал свою работу. Все подробности в нашем следующем материале. Поехали? Да, давайте. Теперь у жителей Владивостока появилось место для неформальных встреч и проведения различных мероприятий. Центр досуга для людей старшего возраста «Здорово живёшь» начал свою работу в столице Приморья. Инициатором создания центра выступил фонд социально-общественного развития «Наш район». А реализовать проект помогли администрация города и представители социально-ответственного бизнеса. Владивосток стал немножечко счастливее в ваших глазах, что у вас появилось такое место. Это хороший праздник, а самое главное – должен появиться в каждом районе. В центре досуга для людей старшего возраста будут проводить различные мастер-классы, фитнес-зарядки, обучающие семинары, литературное чтение. В планах – открыть компьютерный класс. И все помещения просто так спланированы, что замечательно. В первое помещение у нас там будет присутствовать юрист, будет давать юридические консультации. Там будет компьютерное, обучать будем грамоте. Ощущение счастья непередаваемого, ощущение единства с моими коллегами, потому что мы давно хотели встречаться в такой неформальной обстановке. Центр досуга для людей старшего возраста «Здорово живешь» по адресу улица Тухачевского, 48, работает бесплатно для всех жителей Владивостока. Дмитрий Беломестнов, новости на восьмом. Продуманные решения. Вот чего, по мнению жителей Владивостока, зачастую не хватает в обустройстве инфраструктуры города. Так, например, в минувшие выходные во Владивостоке заасфальтировали разбитые улицы Володарского и Тунгусскую. Автомобилисты отмечают, теперь двумя дублерами улицы Шефнера пользоваться намного проще. Однако саму улицу Шефнера должны открыть уже совсем скоро. А вот почему улицы дублеры не привели в порядок перед долгим ремонтом Шефнера, это для горожан остается досадным вопросом. Еще один пример того, как могло бы быть, показали урбанисты Владивостока. Предметом обсуждения стал новый тротуар у центральной площади города. Сообщество урбанистов считает, что пешеходную зону можно было бы сделать гораздо удобнее. А существующая реконструкция тротуара имеет несколько проблем. Из-за оставшейся огороженной парковки ширина переходной зоны получилась всего чуть больше двух метров. И поток людей, который двигается по широкому тротуару у краевой администрации и со стороны центральной площади, вынужден толкаться на узком проходе. Учитывая, что здесь находится остановка общественного транспорта, где часто скапливается большое количество пассажиров, пройти становится еще сложнее. Скрадывают часть пространства и столбы освещения. Многие, в том числе, по этой причине предпочитают по стареньке идти через парковку. Кроме того, активисты высказывают сомнения в необходимости автобусного кармана. Активисты представили свое видение этого тротуара. На понятных схемах специалисты показали, как могло бы быть. В их концепции комфорт тысяч жителей, ежедневно проходящих пешком через этот участок, выше, чем комфорт 16 автовладельцев. Аэрофлот с 1 января 2020 года вводит топливный сбор на рейсах между Москвой и городами Дальнего Востока. Это касается классов комфорт и бизнес. Сбор на полет в комфорт-классе в цене одного билета составит более 6 тысяч рублей. В бизнес-классе почти 8,5. С пассажиров эконом-класса топливный сбор, как и прежде, взиматься не будет. Аэрофлот выполняет регулярные рейсы из Москвы в Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан. На большинстве рейсов в эконом-классе действуют плоские, то есть не меняющиеся в течение года тарифы. По 25 тысяч рублей за перевозку туда-обратно. К слову, ежедневные перелеты из Владивостока в Хабаровск начала выполнять красноярская авиакомпания «Икар». Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Жизнь в неволе. Осужденные 22-й исправительной колонии в поселке Волчинец тоже отмечают праздники. Экстремалы в городе. Парашютист прыгнул с крыши строящегося небоскреба во Владивостоке. Баскетбольный клуб «Спартак Приморья» уверенно обыграл подмосковные химки. Партнер выпуска новостей – торговый дом «Планета Безопасности». Хотите узнать, что делают ваши работники? А что делают сейчас ваши дети? Кто у вас на даче? «Планета Безопасности» ответит на ваши вопросы. Работа кипит. Дети под присмотром. На даче все в порядке. Сегодня с вами я, Сергей Комаров. И мы продолжаем. Жизнь в неволе. Осужденные 22-й исправительной колонии в поселке Волчинец тоже отмечают праздники. Экстремалы в городе. Парашютист прыгнул с крыши строящегося небоскреба во Владивостоке. Баскетбольный клуб «Спартак Приморья» уверенно обыграл подмосковные химки. В голосовании за победителей конкурса «Наш человек» приняли участие почти 11 тысяч приморцев. Успеть сделать свой выбор и отдать голос за того или иного претендента можно до 1 декабря 2019 года. Напомним, конкурс социально значимых поступков жителей края «Наш человек» стартовал в марте этого года. Его участниками стали около 40 жителей Приморья, внесших большой вклад в развитие региона и заслуживающих уважения земляков. Героев проекта предлагали сами приморцы. В конкурсе 7 номинаций. Во имя жизни, забота о людях, семейные ценности, большое сердце, гражданская позиция, увлеченный делом и верность профессии. Заслугами каждого из участников можно ознакомиться на официальном сайте администрации Приморского края в специальном разделе. Футбольный матч и концерт. Осужденные 22-й исправительной колонии в поселке Волчанец отметили День народного единства. Эта колония для бывших сотрудников правоохранительных органов единственная на Дальнем Востоке. Чем занимаются за решеткой те, кто стоял на страже закона, но приступил его, расскажет Светлана Садовая. 22-я исправительная колония для бывших сотрудников силовых структур правоохранительных органов единственная на Дальнем Востоке. Здесь отбывают наказания заключённые со всех регионов России. Сотрудники здесь проводят целый комплекс воспитательной, социальной и психологической работы ежедневно. Подобные мероприятия мы проводим уже не в первый раз. Это у нас, скажем так, сложилась достаточно хорошая практика. Поэтому можно однозначно отметить позитивный эффект от проведения подобных воспитательных мероприятий. С привлечением как спортивных различных клубов, музыкальных, театров. В этом году мы организовали проведение праздника, посвящённого якутскому национальному празднику. Культурно-массовые, спортивные и духовные мероприятия с идеей о проведении в колонии футбольного матча выступил один из осуждённых. Николай Северинов, бывший начальник наркоконтроля находки в колонии 4,5 года, отбывает наказание по 290-й статье о получении взятки. До конца срока остался год. На свободе у Николая жена и две дочери, которых он не видел с момента заключения под стражу. Конечно, спорт вообще приветствуется в местах решения свободы. Тем более футбол. Это командная игра, где люди сообща всё. Тем более, если приезжают гости с волей. Это, конечно, очень положительный импульс для осужденных. Очень хорошо сказывается в воспитании. Футбольный матч заключённые играют с профессионалами на Ходкинском клубе «Океан». Счёт по результатам 6-4 в пользу профессиональных игроков. Футбол в колонии – новый вид спорта. Но на достигнутом здесь останавливаться не планируют. Также на территории нашего учреждения сегодня проводится турнир по пауэрлифтингу. Это силовое троиборье. Более 20 осуждённых решили поучаствовать в этих соревнованиях. Идёт борьба в трёх весовых категориях. Концерты в актовом зале – традиция. Здесь читают стихотворения, поют. К каждому выступлению готовятся тщательно, как к большой сцене. «Мир вам, люди добрые! Хочу прочесть стихотворение о том, что у меня на душе, о чём думаю, о чём мои мысли». Такие праздничные акции – стимул для условно-досрочного освобождения. Возвращаться сюда ни один из заключённых, конечно, не планирует. Светлана Садовая, новости на восьмом. Владивосток – город экстремалов. Рискованные виды спорта и трюки здесь проходят на ура. Да и ландшафт позволяет. К слову, найти места для занятий экстремальными видами спорта и даже построить стадион международного класса для таких мастеров недавно распорядился президент России Владимир Путин. А буквально накануне в сеть попало видео с очередным смельчаком. Во Владивостоке мужчина эффектно спрыгнул с парашютом со строящегося небоскрёба. Момент прыжка запечатлели очевидцы. В социальных сетях пользователи стали активно обсуждать произошедшее. Кто-то с шуткой вспомнил такой перформанс. А кто-то пригрозил парашютисту, что за такой поступок его ждёт административное наказание. Госавтоинспекция Приморского края советует водителям региона сменить летнюю резину на зимнюю, не дожидаясь осложнения дорожной обстановки. В Приморье отмечается понижение температур, а на севере края ожидается выпадение осадков в виде снега, в связи с чем на отдалённых участках дорог в утренние часы образуется опасное обледенение проезжей части. Особенно осторожными на дороге в холодный период должны быть начинающие водители. По статистике, чаще всего они попадают в ДТП именно при смене сезонов. Кроме того, водителям следует психологически перестроиться на зимний стиль вождения. Вспомнить, что в этот период необходимо соблюдать дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами, а также воздержаться от резких манёвров. Баскетбольный клуб «Спартак Приморья» уверенно обыграл подмосковные «Химки». Ехтсменка из Владивостока выиграла бронзу первенства мира. Волейболистки «Приморочки» готовятся ко второму туру чемпионата. Все подробности у Максима Яковлева. «Спартак Приморья» у себя дома принимал подмосковные «Химки». Худшая на данный момент команда Суперлиги ожидаемо попала под горячую руку владивостокцев. В первой половине «Спартак» совершил рывок 19-0. Однако ближе к середине гости смогли проявить характер и подойти вплотную по счёту. В целом «Химки» хоть и отыгрывали роль аутсайдера, однако так легко сдаваться не собирались. Третий период оказался самым насыщенным, только здесь соперники набросали друг другу в общей сумме 52 очка. И всё же в концовке «Спартаковцы» напомнили о своём статусе хозяев и буквально разгромили москвичей. В итоге при счёте 94-65 «Спартак Приморья» отпраздновал победу. Владивостокский клуб теперь уверенно занимает второе место в турнирной таблице. Следующий матч «Приморцы» проведут дома 7 ноября против московского МБА. Яхтсменка из Владивостока завоевала бронзу первенства мира. Крупные международные соревнования по парусному спорту проходили в Хорватии. Гонки отметились сложными погодными условиями. Непростая борьба развернулась в классе «Лазер-Радиал». Именно в этой категории был представлен Владивосток. Честь нашего города и края защищала 18-летняя Мария Кислухина. Среди остальных 70 спортсменок она смогла попасть в тройку лучших и завоевала бронзовую медаль. Стоит напомнить, что Мария в прошлом году получила звание лучшей приморской ехтсменки сезона. Она отличилась на множестве соревнований, включая первенство и Спартакеаду России. Волейбольный клуб «Приморочка» готовится ко второму туру высшей лиги А. С 7 по 10 ноября нашей команде предстоит сыграть сразу 4 матча. По 2 с «Северянкой» и «Спартой». Напомню, с этого года система женского чемпионата изменилась. Теперь сразу по несколько команд собираются на целые туры, где за 3-4 дня играют друг с другом. Перерыв между каждым таким уикендом составляет целый месяц. По итогам стартового тура «Приморочка» одержала две победы и потерпела одно поражение. Это позволило нашим девушкам сходу закрепиться на четвертом месте в турнирной таблице. Впереди у Владивостокского клуба матч с «Череповецкой северянкой», который пройдет 7 ноября. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях из Владивостока. 8 сотен сторожей и вахтеров образовательных учреждений Владивостока сократят 1 января 2020 года. Во Владивостоке открылся первый центр досуга для людей старшего возраста под названием «Здорово живешь». Вторая партия автобусов, закупленных администрацией города для пополнения маршрутов, прибыла во Владивосток. В находке прекратили поиски моряка с танкера «Залив Америка». В районе Ольги обнаружили судно, похожее на катер пропавших рыбаков. Осужденные 22-й исправительной колонии в поселке Волчинец отметили День народного единства. Эффектный прыжок со строящегося небоскреба во Владивостоке попал на видео. На сегодня это всё. Есть что добавить? Заходите на все страницы 8-го канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдёте все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чём-то рассказать городу? Мы поможем. 8-й канал. Главное – Владивосток.